Со 2 по 6 июня в стрелковом комплексе ЦСКА, расположенном в поселке Калининец, проходила спартакиада вооруженных сил Российской Федерации среди видов родов войск и военных округов по стрельбе из штатного или табельного оружия. Участники соревнований состязались в стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Этот вид спорта относится к военно-прикладным, основная задача которых – развитие качеств и навыков для различных воинских специальностей. Соревнования ежегодно мы проводим. Участвуют военные округа, виды и рода войск. Состав команды на упражнение по 4 человека, зачет по 3 лучам, как на пистолете, так и на автомате. Цель, естественно, они проводят у себя в округах и видах и родах свои соревнования внутренние, отбирают сильнейших команд, сильнейших. И, естественно, по итогам данных соревнований мы в этом году будем ежегодных соревнований, у нас проводится спартакиада, сотрудничество независимых государств. И сборная команды вооруженных сил будет принимать в данных соревнованиях участие. Значит, состав команды на соревнования в Казахстане, это будет с 10 по 14 сентября. Естественно, по итогам данных соревнований мы отберем сильнейших. Результаты, в общем-то, сегодня показанные по вчерашним, если анализировать двум соревнованиям, двум упражнениям, хорошие. Хорошие, высокие, есть выполнение мастеров спорта, как на пистолете по М3, так и на автомате. В целом, в общем-то, если анализировать предыдущие годы результаты, подвижка идет, и можно сказать, что уровень участников соревнований спортивных результатов повышается. В этом году мы планируем провести чемпионат вооруженных сил по специальной скоростной стрельбе. Тоже стрельба из автомата АК и пистолет ПМ, дисциплина. Ну, там уже более скоростные упражнения, дисциплины, где мы будем со сменой магазинов, с передвижениями на время. Ну, попробуем, уже три соревнования данные проходили, уже провелись. Ну, попробуем еще четвертое. Для нас это новое. Надеюсь, что ребята будут готовиться. Продолжение следует...